Недавно в сети появилась вирусная рекламная кампания «Занимайся чтением», где классики русской литературы предстают в образах спортивных тренеров. Вот и Александр Сергеевич в спортивном костюме и со свистком во рту объясняет молодежи, как прогрессировать в занятиях чтением. Нашим ивановским литературолюбам объяснять такие простые истины не приходится. Они сами кого угодно научат и стихи читать, и родину любить. А уж тем более в день рождения великого Пушкина. Они решили выложить всего Александра Сергеевича на землю, чтобы его было лучше видно. Мы приклеили к асфальту его книги, собрание сочинений. Все это мы делаем для того, чтобы с одной стороны отпраздновать День Пушкина, а с другой стороны показать наше отношение к его наследию. А отношение самое хорошее. Почему еще приклеивать? Чтобы это было, выглядело очень интересно со стороны. То есть человек проходит мимо и видит, что лежит что-то интересное, он останавливается. И каждый, кто проходит, может взять этот листок себе домой, если он хочет. Вот, пожалуйста. И у вас дома появится рисунок Пушкина, предположим. Этот перформанс участники чтений проводят для тех, кто возвращается домой после рабочего дня и вдруг внезапно слышит, как люди на улице читают стихи. По мнению организаторов, это намеренное навязывание искусства. Но только таким образом можно приучить людей относиться к нему адекватно. Я думаю, они делают то, что неотделимо с точки зрения личного и общественного, так скажем, социального. То есть здесь единство таких вот. Понятно, что делать только для себя – это не совсем скучновато. Делать только для других тоже. А вот когда все это сливается, это вот тот самый перформанс, который мы наблюдаем. Сами участники настаивают на том, что подобные занятия чтением должны проходить регулярно. Мне кажется, это надо делать. У нас много прекрасных поэток, не только Пушкин. С таким же успехом можно собираться день рождения Лермонтова, Некрасова, Есенина, Маяковского. И читать. Это будет просто прекрасно. Это мы наших великих соотечественников почитаем память. Это очень здорово. Благодаря этому мероприятию выяснилось, что прохожие в городе Иваново могут оказаться неожиданно талантливыми, у которых свои ассоциации с подобными перформансами. Я когда был в школе учился, у нас самодеятельный кружок был. И очень сильный цирк был. Нас даже послали на гастроли в город Лондон. У нас большая была труппа. Большая труппа была. Мы поехали, мы там где-то месяц работали, в Лондон приехали. Многие участники и зрители чтений стихов отмечали, что Пушкина просто нельзя не любить. Его читали и продолжают читать. Ну что значит нравится или не нравится? Мне кажется, он не может не нравиться. Но это что-то такое, что практически с молоком мальтери у нас есть. Памятник нерукотворный Александр Сергеевич Пушкин воздвиг себе еще около двух веков назад. Но, к сожалению, немногие потомки могут похвастаться наличием в своем городе памятника настоящему русскому поэту. В нашем городе есть центральная площадь имени Пушкина. Здесь, по красной ковровой дорожке, часто проходятся именитые гости. Одинокий камешек с именем великого русского поэта стоит в стороне, зарастающий народной тропой. Вот и приходится то ли от стыда, то ли от отсутствия других возможностей литературной молодежи нашего города читать стихи в день рождения Пушкина у памятника Якову Горелину. Ну, зато читают, зато помнят. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ, Иваново.